Время суток, ребятки. Сегодня 34 день, как я вернулся к заработку в NFT-играх. Сегодня постараемся по-быстрому пробежаться по основным проектам, потому что в конце будут интересные проекты, которые я нашел и на котором, я надеюсь, удастся зарабатывать. Итак, традиционно начинаем с Чили. Сегодня я уже все посмотрел. Заработок мой составил 9.53. Это, скорее всего, первый раз такая маленькая сумма. В районе это ровно 25 долларов, там 6 центов, что-то в таком формате. Но ничего страшного. Я думаю, что мы еще заработаем побольше. То есть, моя жена смотрела тоже сегодня ленту. У нее вышло 11 токенов. То есть, суммарно у нас вышло примерно 54 доллара за сегодняшний день. Как бы новостей никаких абсолютно нету по Чили. Единственное, что выпилили рары очки с приложения. То есть, на данный момент их нельзя будет купить и неизвестно, когда они появятся. Дальше у нас Spexy, мой основной робот. Я сегодня на нем уже отходил. Остальные 6 второго уровня. 5, 26. Скорее всего, что завтра они уже будут потихоньку переходить на 27 уровень. R-ки тоже все ходятся. Посмотрим, как тут выглядит. Только апнулся. Этот уже получше. Этот так же само. То есть, R-ки тоже, скорее всего, будут переходить через каких-то 5-6 дней на новый уровень. Мой основной сейчас четвертого. И, я думаю, осталось нам 2 или 3 дня для того, чтобы сделать пятый уровень. По приложению никаких новостей за прошлые сутки не было. Ничего отсюда не выводил, ничего не заводил. Двигаемся дальше. Дальше у нас GetGrass. То есть, здесь мы оставляем приложение на компьютере. И не просто майнятся токены GRASS. В данный момент, опять же-таки, новостей нет. У меня видно, что на май минелось уже практически 10 тысяч токенов. У меня один реферал, который еще мне принес 134. Спасибо тебе. И, как бы, как только будут какие-то новости по данному приложению, я обязательно их вам освещу. Все ссылочки можно найти в описании. Если вам не трудно, переходите, регистрируйтесь по моим каким-то рефериальным ссылкам. Для меня это копейки, но приятно. А для вас это, как бы, ничего не стоит. По поводу Mili Mojo, сегодня я его не буду показывать. Ничего, абсолютно за прошедшие сутки ничего не произошло. Я качаю дальше своих персонажей, которых я в прошлом видео показывал и объяснял, почему я их качаю. Ждем 20 уровня, там будет дальше видно. И следующий проект у нас Space Nation Online. Здесь мне уже удалось купить возможность поучаствовать в разных же вайт-листах. И на данный момент у меня осталось 1150 ихних альтер-долларов. Мне сейчас самое интересное забрать еще за 4,5 тысячи альтер-лист, в котором будут раздаваться Genesis NFT. Они будут называться Gate Pass. Скорее всего, это NFT, которая будет нам накидывать каких-то интересных плюшек на альфа-тесте, бета-тесте и так дальше. То есть прошла информация от администрации, что они будут выдаваться совсем бесплатно. То есть это очень хорошо, потому что там, где бесплатные выдают Genesis NFT, туда очень много людей приходит. То есть это, во-первых, во-вторых, разработчики довольно-таки известные. В-третьих, тут просто на халяву раздают 10 долларов, 50 копеек и так дальше. То есть мне это очень интересно. Игра MMORPG тоже интересна. То есть посмотрим, как это будет выглядеть. Окей, последнее приложение, о котором мы сегодня будем говорить, это Arena of Fetch. Это мобильная, скажем так, моба, наподобие Dota 2, League of Legends и так дальше. Смысл просто-прост. Как бы, кто играл в такие игры, тот знает, как в них играть. В этой игре будут NFT-шные скины. То есть всеми персонажами, как я понял, можно будет играть. Но скин будет добавлять какие-то определенные характеристики. Начиная от комонки, заканчивая уником. То есть 5 грейдов рарности будет у скинов. И, соответственно, чем лучше скин, тем больше он будет добавлять вашему персонажу каких-то определенных характеристик. На данный момент будет 24 числа закрытый бета-тест. На который, к сожалению, никто из нас не попадет. Там уже все, как бы, все VL-ки разданы. То есть, скорее всего, что больше ничего раздаваться не будет. Но у нас есть возможность с вами заработать в три способа. Сейчас очень сильно будут раздаваться токены AOF за определенные действия. Первое действие это у нас Daily Checking. То есть я оставлю все ссылки в описании. Здесь мы просто заходим, логинимся, подвязываем свой кошелек MetaMask. В сети BEP20, то есть Binance Smart Chain. И самое главное, чтобы у вас было на балансе больше 10 долларов, скорее всего, в BNB или USDT. То есть у вас никто их не будет забирать. Вы просто здесь нажимаете Daily Checking и получаете диаманты. То есть каждый день вы заходите, просто приконнектируете кошелек. Не нужно ни за какие транзакции платить, ничего. Нажимаем Checking и майним диаманты, которые в последующем будут обменены на токен AOF. И можно будет, скорее всего, его продать. Следующая активность у нас в ZIL. То есть здесь будет раздаваться самое большое количество токенов в размере 150 тысяч. Нужно будет проходить задания, подвязывать твиттер и так дальше, приглашать друзей. Можно не приглашать. Я вчера прошел все квесты на основном аккаунте. У меня выш... Я попал в топ 350. Я думаю, как бы не сложно. Призовые места будут от первого до трехтысячного. То есть каждый сможет урвать какие-то токены для себя. Это все я тоже оставлю в описании. То есть зайдете, посмотрите, как на ZIL, какие тут квесты и так дальше. Их тут куча. Очень быстро выполняются. Поэтому я не думаю, что с этим возникнет какая-то проблема. И последняя активность это в Дискорде. Приглашаем друзей. Можем мультиачить и так дальше. Здесь 500 первых людей получат токены. Как бы от первого до 500. Соответственно, в какой-то там пропорции. На первом месте, ну, в первую десятку, чтобы войти, вот, нужно пригласить 32 человека. Ну, это нам не интересно. Но, допустим, если мы говорим уже о местах типа 70 и так дальше. Можете посмотреть, здесь 5 человек приглашено, 4 человека приглашено. То есть, это тоже довольно-таки реально сделать. Я, опять же-таки, ссылочку оставлю в описании. Вы можете себе просто перейти, там, пригласить, допустим, своих там порву аккаунтов, завести их сюда. И принять участие в раздаче токенов. Окей, ребят, на сегодня это все. К сожалению, нет достойных проектов, в которые я хотел бы влететь деньгами. По поводу последнего проекта, там все активности бесплатные. Скорее всего, что я получаю токены, возможно, какие-то дадут боксы со скинами и так дальше. Но это все я буду сливать, потому что в проект и так можно поиграть без NFT скинов. Поэтому, если нужно будет посмотреть, графика, кстати, довольно-таки неплохая. Очень напоминает тот же самый лоу на мобильном устройстве. То есть, в нее можно будет играть, в нее можно будет залипать со скином, можно будет лутать там монетки какие-то. Но я не думаю, что это будет мега-хайповый проект, на котором удастся заработать какие-то деньги. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Оставляйте в комментариях игры, в которые вы играете. Может быть, я их разберу, посмотрим, есть ли смысл туда входить сейчас или уже нет. И до скорых встреч!